Конечно, страшные картины, то, что приходят, вот эти вот аборты, где-то убийства, эта картина, ну, как ее даже выразить, ее уже не знаешь, потому что это прям настоящая, как сказать, или трагедия современности. В былые времена ведь это чрезвычайно редко было, да. Да совсем недавно тоже, вот я вот еще вот в Лужниках, в Москве жили, помню, ну, после войны, там, это с какой-то временечко, такое событие. Одна женщина аборт сделала, умерла. То есть запрещались аборты, в судебном даже порядке. Странное какое-то такое положение. Ведь ни одна свинья, ни одна собака не убивает из своих человек. Кто же человек, подумайте, кто он ей. Ну, знаете, вот по исповеди, вы, как сказать, может быть, и будете когда-то священнослужителями, а вот исповедь, приходит на исповедь женщина, которая делает аборты, с какой тяготою, вот приходит, кавится батюшка, я каюсь, я молюсь, но у меня на душе все равно камень, я не могу ничем его, сказать, камень, вот это снять. И молюсь, ну, никак. Ну, что делать? Вот, что делать? И вот священник, ну, скажите, что делать? И вот, скажите, по мне, вот, лично, да, ну, я не знаю, такая задача, ну, чем, ну, чем человеку вот помочь в этом случае? Ну, скажите, ни одно животное, ни одна скотина не убивает, а человек убивает. Кто он есть? Он же хуже скота, и что его ждет? Ну, это неизбежный суд, потому и на душе, он никогда и кается, и молится, а на душе не снимается. Он же убийца, это, сказать, его дети не крещеные, да, и я вам скажу, ну, не знаю, но мне приходит все-таки так вот, если вспомнить, даже один такой случай по поводу этого в лавре, вот, исповедую, и одна женщина подходит, ну, и говорит, там, у них там аборты, ну, я объясняю, ну, слушай, как тебе это, ну, как вам, ну, что это грех тяжелый, и она с таким удивлением, а сейчас, говорит, все делают, ну, что же все делают, что ты, все пойдут в ад, и ты этим оправдаешься, что все, что все делают, что ты не виноват. Ну, и подобным образом, так как-то поговорили, она, ее как-то так возмутило, она вскочила и побежала, убежала с исповеди, да, ну, убежала, убежала, потом смотрю, где-то через неделю приблизительно, подходит какая-то женщина, ну, я ее сразу не узнал, упала, значит, на колени, просит, батюшка, вот я у вас вот была, ну, я вспомнил это, да, говорит, я возмущался, что тут, говорит, священник не понимает, что сейчас такая ситуация, вот, ну, начала возмущаться, да, вот, и, говорит, я, говорит, вот, вот, буквально на днях, да, вот сижу, говорит, за столом, и у меня мысли, ух, какие это, священники, как они не понимают это, людей, да, что вот, и что вот я с ней так поговорил, да, батюшка, и вдруг я начала проваливаться в бездну, куда-то лечу вниз, какие-то там сферы, знаете, да, и вдруг в какой глубине, не знаю, оказалось на глубине, смотрю, там какие-то печи огненные, наподобие русских печей, да, вот, так, я куда-то в сторону, к одной печке, вот, становлюсь, и что такое, вижу в печке, там, где хлеба такие, деревянные лопаты, хлебушки вытаскивают, и на этой, на печке сидит маленькая девочка, я вижу, это моя дочь, которая аборт сделала, она рассказывает, да, вот, и у меня, говорит, материнские, к ней чувства, я все как-то, и страх куда-то у меня пропал, я только стою перед печью, у меня слова такие, доченька, что ты делаешь тут? эта доченька головку так поворачивает, и говорит, жду тебя проклятую, когда ты помрешь и займешь мое место вдруг я за столом сижу, что такое, галлюцинация или что? ну, потом пошла, рассказала кому-то знакомым, тебе говорю, да ты сходи, говорит, на исповедь, там, скажи, батюшка ну, я, говорит, была, ну, да потом она вот это дошло до нее, она тут прибежала и говорит, простите, она как-то до нее, вот так сказать, дошло ну, скажите, вот, душа тяготит, когда совершаются такие грехи, ну, что делать? вот у меня приходит, ну, я им такой совет, уж свой, думаю, приходит, жалуется, да, не могу, говорит, покоя нет, я нигде не могу уже сколько, идут годы, а она мне не снимается, этот кайф ну, кто вот будет слушать, и вот она там сидит, эта душа Богу, сказать, проклинает проклятой, да а это молится, кого будет Бог слушать? кого? сами рассуждайте ну, вот я говорю так, приходит, а я я говорю, вот у меня, говорю, есть два способы, два средства, которые с души снимут у вас вот этот камень удивляется, как это может быть столько лет, и никак не получается, и ни у кого не слыхало вот, но, я говорю, я не всем говорю а вот смотрю, кто серьезно хочет, действительно, чтобы этот с души камень снять, да вот только стоит, думает, говорить или не говорить сейчас думает, скажите, я скажу такое, что все прям это думает, 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 батюшка, говори вот, все готово, да вот, ну, ладно так хорошо, вот, первое, я тебе говорю вот, иди сейчас в храм там, в лавре, там, где храм подойди к коне Божьей Матери и пожалуйся на меня Матери Божьей, скажи ничего священник не может делать а я действительно тебе ничего не могу сделать ну, что я могу сведя собаку, не убивает, а ты убиваешь ну, что я могу тебе сказать ты убийца ну, что я могу сделать ну, конечно, к Матери Божьей помолюсь есть, конечно, большая надежда молитва Божьей Матери но этого мало ну, к коночке подойди я говорю, не то, что пожалуйста а ты весь бери себе Матерь Божию чтобы она была твоей Матерью всю жизнь как ребенок идешь в магазин или на работу как сказать идет там ребенок в магазинчик мамочка там берет благословение там спрашивает так и ты чтобы Матерь Божья была твоей родной Матерью ее молитвы помогут а вот второе вот такое тут уже оно хотя посложнее но надежное такое дело сдушить будет я думаю, будет снято что же это такое говорю, вот ты, говорю, убийца убила сколько там детей а теперь иди и роди ну, человек 20 да а то побольше, говорю может что такое я не пойму в чем дело батюшка, у меня же старый мужа нету как хочешь, говорю раскалывайся, разрывайся иди рожай все ну, как конечно, я 20 да тут и кошки столько не рожают нет, нет, 25 это еще такая маленькая цифра побольше как опять слово Божие что говорит говоришь апостол Яков что говорит обративай грешника от заблуждения пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов понятно иди обрати к Богу вот твое будет чало да поняла батюшка да ну и вот однажды такая картина что-то из победы вдруг человек 9 или 10 женщин ну довольно почти что в основном такие преклонного возраста стоят поговорить подходит батюшка что вы родили как вы старухи как вы родили вы что такое там это натворили да вы же нам сказали вот это говорит вот это 20 а вон та 50 говорит как это вы так что вы натворили да а мы вот придумали как что что вы придумали мы говорит одного батюшку подговорили поехали куда-то в Казахстан не знаю может в Тайвань куда-то поехали а там храмов нету да мы с этим батюшком многих там это покрестили обратили поговорили да что такое и стоят все такие радостные батюшка все вот я никогда так не чувствую на душе как камень я знаю что когда на суд Господь что он спросит скажет Марья ты вот убийца ты убила столько а я скажу Господи ну у тебя же родила 40 человек я знаю Господь помилует мне на душе стало так легко вот представляете вот какая важная работа чем важна учеба закон Божий так что вот вам поедете вот давайте чтобы и сами родили там человек по сотне еще кому-нибудь там нашли бы который так способен рождать там знаете да ну говорит мы еще что придумали что придумали вот такие батюшка мы говорим я говорит в храм один попросила чтобы меня приняли в храм я говорю я вот буду за посвечничка вытирать убирать иконочку бесплатно я буду только ну говорит пожалуйста давай я прихожу в храм убираю а сама на дверь поглядываю входную вот входит какая-то женщина а я смотрю живая она или мертвая вижу у нас так смертвичинка я подхожу и начинаю ее рождать вот ну смотрите какие же вот видите теперь когда у вас сказать смотрите что говорят вкусите и видите я по благу Господь вот вкусил сделал добро плод сразу благословение Божье благодать и ума прибавляется соображает что-то сделать да так что засучайте рукава вам тоже придется рождать человек ну посудить надо вам потому что вы особый и вы здесь еще знаете там кто-то приходит с ними стоят с ним мужья говорят друзья мои вам тоже надо рождать только женщинам что ли вам еще больше надо рождать как и мы рождать будем друзья так вы в первую очередь должны рождать ну апостол Павел говорю рождал говорит мог рождение а вы что такое давайте ой что Продолжение следует...